Вот несколько раз прозвучало слово бабушка. Вы ведь теперь бабушка. Какая вы бабушка? Как вы сами для себя определяете? Вы знаете, наверное, не очень еще хорошая, потому что я не провожу много времени с внуком, хотя стараюсь каждую свободную минутку этому делить. Я работаю, а вот в моем представлении бабушка, это которая, во-первых, всегда дома, которая там вяжет носки, рассказывает всякие истории. И, ну, я думаю, что я такой тоже буду. Будете? Конечно, конечно. Я бы с удовольствием предпочла, вот, что немножко подрастет, с ним можно будет разговаривать, и уж тут-то я ему расскажу много чего. А вы строгой были мамой, скажем, сейчас-то понятно, какая мама, потому что мы вас наблюдаем, в том числе в диалогах с дочерью. А вот когда Ксения Анатольевна была подростком, ну, самый сложный вот этот возраст, там, знаете, с 10 до 15, вы, какая вы были мама? Ну, я старалась быть строгой, но это было не всегда правильно. С таким ребенком, как Ксения, нужно было у нас... Мы с мужем прожили 25 лет с совершенно замечательным браком, гармонией, но если мы и ругались, то ругались только из-за нее, потому что он был абсолютным либералом. Он, ну, наверное, как любой мужчина к дочке относится, особенно снисходительно. Она могла бить из него веревки вот такого сильного, такого жесткого собчака дома. С ней он был совершенно другим. А я старалась компенсировать, и я была более строгой, а он мне всегда говорил, не ломай ее. Она уже сложившаяся самостоятельная личность, она будет жить по своим правилам, не ломай ее. Я ее пыталась сломать, из-за этого мы с ней скандалили, но в итоге я поняла, что я была неправа и готова публично каяться в этом. Приветствую вас, друзья и недругие. Вот та давняя беседа, единственная моя беседа с вдовой Собчака и с матерью Ксенией Собчак, Людмилой Нарусовой, далась мне непросто. Дело в том, что нас пригласили в ресторан, который принадлежит или принадлежал к этому пору Ксении Анатольевне Собчак. И, как бы, условно говоря, мы были в гостях. Поэтому мне приходилось очень аккуратно формулировать вопросы и не расписываться в своем отношении к этому семейству. Потому что, ну, просто это, я считаю, было бы непрофессионально. Прежде всего, прийти в гости к людям, которые согласились, кроме того, поговорить. Она нечасто дает интервью госпожа Нарусова. Не знаю, насколько мне это удалось. Вы считаете, возможно ли, что в ближайшее время у нас произойдет очень сильное изменение во власти? То есть какие-то подвижки. Я не понимаю, что вы подразумеваете под изменениями. Один министр из одного кресла пересядет в другое или вообще на другое место уйдет. Я не считаю это изменениями. Понятно. Это не структурные реформы во власти, которые должны быть. Это косметика. Хорошо. Тогда по-другому вопрос сформулирую. Возможно ли, что в ближайший, обозримый период 10-15 лет от власти будет отодвинута страта воспитанников Собчака? Ну, я имею в виду. Ну, они к тому времени вряд ли останутся уже действующими политиками. Ну, давайте я это просто озвучу. Через 15-й лет. Ну, хорошо. Ближайшие 5 лет. Потому что во власти сейчас люди, которые являлись студентами вашего мужа и воспитанниками, которые, как мне кажется, исповедуют его идеалы. То есть, ну, я говорю о либералах. Студенты. Я сама 25 лет преподавала в ВУЗе. Студенты ведь бывают разные. Бывают и двоечники. Я говорю, допустим, про студента, которого там сейчас подачи, его просекретаря называют Димоном. То есть, про Дмитрия Анатольевича Медведева. Он был и студентом, и аспирантом. Да. Кудрин Алексей. Анатолий Борисович Чубайс. Герман Греф. Это же все воспитанники вашего мужа. Да. И Анатолий Александрович всегда гордился ими. И сейчас такая сложилась ситуация, что люди, придерживающиеся противоположных политических глядов, тех, которых называют охранителями, с одной стороны, и с другой стороны, люди, которые работают вместе с Ксенией Анатольевной, ну, на канале Дождь. Ксения Анатольевна, слава богу, не во власти. Поэтому давайте разные весовые категории. Абсолютно не во власти. И те, и другие не во власти, но и те, и другие сходятся на том, что надо бороться с коррупцией, и надо вот озвученных людей из власти убрать. А назовите мне хоть одного человека, который скажет, что не надо бороться с коррупцией. Вот вы так считаете? Я считаю, что... Я здесь согласен с... Мы уходим чуть в сторону, я просто отвечу на вопрос, чтобы не подумали, что... Говорил Харитонич Попов, который занял пост мэра Москвы одновременно с тем, как... Он вовремя ушел, потому что понял, к чему все идет. Он считал, что без коррупции у нас не обойтись, что ее надо просто в цивилизованную форму какую-то переводить. Это его точка зрения не мое. Но он понимал, что Россия это, так сказать, бывшая Византия. Да. Усвоившая все чинопочитание. Разве это не так? Отчасти да, если говорить о национальных традициях, о национальном характере. Конечно, один бог на небе, один царь на земле, и это та концепция нашего российского менталитета, которая оказалась очень устойчивой. Но рецепт того, о чем вы говорите, только один – сменяемость власти. Потому что, ну, история, вся история, ну, надо же когда-то учиться на ее ошибках, вся история показывает, что 10 лет – это эффективная нормальная работа, ну, может быть, чуть больше. Но власть засасывает. Я считаю, что Владимир Владимирович эффективно руководит страной, во всяком случае, внешней политики, во внутренней руководствуются, по-моему, другими, более силовыми методами, чем демократическими, либеральными. Но как лидер страны он эффективен и он очень силен. Но сменяемость не лично для кого-то, для Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича или кого-то, как принцип, как институт и основа государственной власти. И этот принцип, к сожалению, история вся показывает, что власть пускает, длительная власть, пускает такие метастазы в сознание, в душу, в сердце и меняет человека. И даже ради сохранения собственной личности долго во власти находиться нельзя.